Привет дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Wooden Battles, битва деревянных солдатиков. И тут у нас есть зимние, новогодние и праздничные челленджи, которые мы сейчас вместе с вами будем выполнять. Я так понял, что они продлятся до 11 января. Смотрим, у нас есть 6 миссий, в которых мы должны победить. И, наверное, после того, как мы победим, нам откроется какая-то крутая пушка. Без понятия, что это такое. Но мы сейчас вместе с вами будем воевать. Так, смотрим. Это снеговики-мутанты, наверное. Что это такое? Смотрите, они будут на нас нападать. У них даже здесь есть лед вместо травы, вместо земли. И мы должны как-то с ними бороться. Ну, давайте мы, наверное, просто поставим солдатиков. Посмотрим вообще, как они воюют и с чем нам придется вообще столкнуться. Это все так серо, смотрите. Здесь даже елки какие-то, гирлянды, снег идет. Да, как раз-то такое вот новогоднее у нас обновление. Посмотрим, как мы вообще будем бороться с этими снеговиками. Ну, давай, атакуем. Снеговики пошли в атаку. Что они делают? Они снежками закидывают наших. Ничего себе, мы даже не смогли убить ни одного снеговика. Чувствую, нам реально будет довольно сложно. Хорошо. Давай мы сделаем по-другому. Возможно, надо убрать каких-то ребят. А, мы можем, в принципе, смотри, что сделать. Поставить кирпичи, да, деревяшки, которые, возможно, наших солдатиков и смогут защитить. Смотрите. Давай попробуем. Если ничего не получится, значит, нам придется, ребята, ставить снайперов, либо какие-то пушки. Вы представляете, по снеговику из пушки зарядить. Поехали. Давай, стали, отстреливай. Хоть одного убейте снеговика. Снеговики, смотри. Ого, какие они мощные. Одного убили, смотри, голова покатилась. В принципе, их победить, мне кажется, все-таки возможно. Можно кидать снежками, но... Блин. Еще сколько? Три штуки осталось. Убейте троих. Огонь, огонь, вы стреляете. Но они метко сбьют, вы видите, сразу снежком выносят. Что это за снежок такой, ребята? Ледяной, что ли? Ладно, давай мы сделаем по-другому. У меня есть план. У меня есть тактика, и я ее придерживаюсь. Давай мы поставим вот здесь вот деревяшки. Может даже два деревяшек поставить. Смотри, два слоя. Чтобы если снеговик один слой убирает, да, то второй, в принципе, остается. Мне кажется, это будет довольно интересная тема. И она должна сработать. Только наши солдаты, они не должны идти. Они должны будут стоять на месте, в дефе, и никуда не двигаться. И, ну, давай тут спереди вот так вот еще по одному поставим. Так, вот здесь у нас, давай мы, да, они будут стоять на месте. И вот наши солдаты. Давай два штуки здесь встанут. Раз, два, три, даже не два, по три, да? Можно по три, чтобы они сюда влезли. Сюда еще. Смотри. Так все как-то мрачно, согласитесь. Я бы, если честно, сзади еще... А, у нас 700, видите? Я бы взял одного снайпера, чтобы он зарядил. Но снайпер дорого все-таки. Дорогой? Очень дорогой. Если, допустим, где-то сзади поставить. Он будет стоять на месте, он не будет подходить. Снеговики немножко подойдут, как бы, да? Давай попробуем вот так вот сделать. Если они идти никуда не будут, они станут. И они просто будут стоять и ждать, пока они сами подойдут. А, они все-таки достают по выстрелам. О, смотри. Отлично. Наш план работает. Нас не смогут победить. Минус снеговик. Это атака мутантов-снеговиков. О-о-о. А как вы так быстро всех вырубили? Блин, эти какие-то снеговики-снайперы. Все-таки, мне кажется, мы победим, потому что наши выжили с этой стороны. Победа, победа. Вот он. Последний. Он еще идет такой. Даже звук есть. Скрип снега. Да у него голова отпала. Победа, ребята, это достойно лайка, если вы еще не поставили в начале ролика. Потому что, если мы не сможем их победить, вы же знаете, они придут и вам отрежут интернет. Да, они снеговики такие. Ого, теперь снеговики сами стоят за какими-то укреплениями. Ладно, ладно. У меня есть идея. Если вот так вот поставить и поставить чисто снайпера. А там какие-то снеговики с шапками. Я бы сюда нанял снайпера. Смотри, они такие будут втроем стоять. И будут всех выносить. А, даже... Ой, как! Они не влазят! Ты посмотри. Они реально не влазят. Сюда. Мне кажется, какая-то дурная затея. То, что я затеял. Вообще. Не совсем подходит. А вот тут какие-то снеговики с шапками. Может, у них какие-то свои способности есть крутые. Возможно, они могут не только снежками кидаться, а еще что-то делать. Ну, давай посмотрим, на что они способны. Идут, идут. Смотри. Снег такой чук-чук шуршит. Огонь! Стреляй! Воу! Ого! Как они... Чем они бросают? Они не просто снежками. Они как боулинг. Ребята, кто-то из вас был вообще в боулинге? Напишите, пожалуйста. Ого! О-хо-хо-хо-хо-хо! Это очень сильные снеговики, ребята! Такое творят, вы посмотрите! Вообще жесткие. Реально жесть. Ну что ж, ребятки. Построил довольно интересную защиту. Суть такова. Смотрите. Пока враги будут подходить со своими шарами. Будут кидаться наши ребята, которые сверху они стоят. Они будут отстреливать. Также они стоят сверху. То есть им, по идее, я так думаю, логически, да? Им не нужно будет стрелять в защиту. То они смогут сразу попадать в голову этим снеговикам. Таким образом, они смогут их сразу уничтожить, да? Здесь же у нас тоже есть снеговики. Как наши боковые с ними расправятся, пока что я не знаю. Но план такой. Если он не сработает, я даже не знаю, с чего, если честно, начать. Смотри, отлично. Вынесли. Давай еще. По выстрелу. Вау! Вот эта крепость наша быстро разрушилась. Видите? То есть нашим надо еще какое-то заграждение дополнительное. Те, что сбоку. Наши смогли вы стоять? Ну как? Не, не смогли. Я, боже мой, я так надеялся на эту крепость. Вот, мы видим. Может как-то перестроить нашу крепость. Может как-то добавить ей еще защиты. Как это сделать, я не совсем понимаю. Но наши, в принципе, в центре они стояли хорошо. Может вот эти штуки убрать вообще надо? Так, я перестроил. То есть центральных я сейчас защитил. Посмотрим, как наша эта броня выстоит. То есть у нас есть такие вот кубики, видите? Они задерживают. То есть если даже они первую оборону уничтожат, то есть еще и вторая оборона. А одного снеговика убили. Давайте еще. Блин, да как они так легко убивают эти кубики? Ай! Наши как-то не справляются. То ли у них не то оружие. Либо как-то немедленно. Либо почему они как-то плохо наносят дамаг. Может надо какие-то ребята с ракетницами, чтобы здесь стояли. Один чувак остался. Кстати, неплохое. Смотри, тактика. Чувак, один выстои, пожалуйста. То есть, в принципе, у нас концепция хорошая. Видите? У нас чуть-чуть не хватает чего-то для победы. А если две маленьких? А, ну стоимость та же получается. Какой смысл? Маленькие, большие. Стоимость та же. Просто как они быстро так эти деревяшки убивают? И почему наши так долго убивают этих снеговиков? Вообще не могу понять. То есть они какие-то бронированные. Либо ребята пусть стоят и где-то сзади постреливают. Вот здесь сзади, пока они станут будут бросать, они пусть стоят здесь вот. Смотри. Где-то немножко позади. Эти тоже чуть-чуть будут позади стоять. Смотри. Ну вот эти шары как раз будут катиться. Давай. Пробуем. А, они идут. О, шар пролетел. Он никого не зацепил. Ай, ха-ха-ха. Они... Ну они четкость прям в центр кидает. Ха-ха-ха. С левой стороны вообще убили. Если в прошлый раз хоть как-то наши боролись. В этот раз они вообще ничего не делают. Бедняга. Слушайте, если его как-то с ракетницей поставить там. Ну он дорогой, 900 стоит. Давай мы его так сделаем. Если сюда поставить чувака. Вот тут у него ракетница за 900. Вот сколько их тут стоит? 9. Ведь как раз одного с ракетницей. Чисто пусть он берет и всех убивает. То есть ему и крепость меньше надо будет. Пока что тестим, да? Тестируем. Как он будет справляться? Ой. Ну ты парень косой я вижу. Ну давай. Ой. Ой, парнишка. Чувствую ты все. В принципе. А, можно даже вот так вот сделать. Ну и а, ему в голову попали и все. Нет, вариант этот не канает. Я им дал другое оружие. Сейчас посмотрим, как они с этим оружием справятся. То есть это оружие, у которого как-нибудь встал. Но. Вернул шар, кинул. Что-то взорвалось. Но. Но это оружие вообще никак не дамажно. Они вообще ни одного снеговика убить не могут. Да как так? Как это вообще возможно? Как тебе победить уровень номер два? Пробуем новую тактику. Мы сейчас поставили три слоя в центре. Посмотрим, как они вообще сработают. Как они будут с лечками через три слоя прокидывать. Так. Тут наши куда-то пошли. Ребята, ну убейте хоть одного снеговика-то, а? Хоть пожалуйста. О, все. Центральных мы уже разрушили броню. Центральных сейчас убьем снеговиков. Смотрите. Остались теперь те, которые шары бросают взрывные. Ох, ну в принципе тактика была неплохая. Наши стоят. Давай, убей его. Ой, снежком прям. Что у нас с другой стороны? Два юнита осталось. Прям в жопу снежок прилетел. Сзади взрывной шар. Он стоит, красавчик. Давайте попробуем еще раз. Я не совсем понял, как наши просто взяли и умерли. Вот как так? В центре особенно. Смотри. Так, ну центральных мы убили. Этих убили. Может, наверное, вот эти боковые, они должны стоять немножко дальше, да? В центре нормально стоят. Смотри, хотя этот раз мы вообще побеждаем. Я вообще ничего не ставил. Никакой перестановки. Каждый раз какой-то рандом получается. Наверное, надо каждую тактику пробовать по пять раз. Вот если за пять раз ты не победил. Боже мой, победа! Как я рад, ребята. Я даже... Что у нас на следующем уровне? Давай глянем. Ого! Ну, я думаю, что следующий уровень будет уже в следующей серии, ребята. Вы видели, как мы долго долбались? На самом деле, вы увидели только часть маленькую. А я где-то два часа потратил, чтобы пройти второй уровень. Перебрал миллион тактик. Но надеюсь, что это вам понравилось. И вы поддержите это видео лайком. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Смотрите другие ролики. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok